Уважаемые коллеги, у меня сложное отношение к результатам работы этой сессии. С одной стороны, в январе мы с вами начинали, разобрав все шесть главных опасностей и под них принимали соответствующую программу. С другой стороны, если бы мы не уперлись, уже в феврале-марте был бы тяжелый кризис, в результате которого не было бы и сегодняшнего обсуждения проблем страны вместе с правительством. Были горячие головы, в том числе администрации президента, которые хотели снести Думу, избрать всех нужных им людей, проведя две общероссийские кампании за пять месяцев в одной и той же стране. Никто никогда таким политическим антиризмом не занимался, кроме как приписками результатов этих голосований там нечем было больше заниматься. Но ситуация бы сложилась на фоне того, что случилось, когда бы все крылья в основном одного человека и не занимались бы реальным выводом страны из кризиса. Поэтому надо прежде всего друг друга поздравить с тем, что нам хватило сообща политической воли принять очень трудные и сложные решения. Все качалось. Я с президентом расстался за полночь, долго и упорно убеждал, объяснял, чем это может закончиться. Слава Богу, он сам приехал и принял вполне адекватные решения. Но у нас в течение почти четырех лет складывалась здесь атмосфера, которая позволяла высказывать, думать, а не тыкать пальцем друг друга. Я хочу, чтобы и председатель дорожил этой атмосферой, потому что сегодня обсуждение отчета правительства показало, что такой стиль гораздо эффективнее, нежели упрекать друг друга в том-то или ином. На мой взгляд, наша фракция в этом плане показывает пример, и мы будем продолжать реализовывать ту политику, ту программу, которую давали обещания своим избирателям. Но, на мой взгляд, одна из опаснейших позиций, Лириновский правильно говорит, у нас политический институт, это либеральный реванш. Если вы его не чувствуете, я с ними сталкивался в 80-е, 90-е, я их знаю поименно, вся эта свора пошла в атаку и на Думу, и в средствах информации, и на производство, и на последнюю собственность, и на коллективные народные предприятия, не сообразуясь ни с чем. Я вот послушал в этом сезоне Кудрина, у нас до этого работали три человека, Кормоков, Степашин и Голиков, которые укрепляли контрольные функции. Для всех нас это принципиально важно, и у вас руководитель комитета, осянов, занимается этим профессионально. Нам надо этим дорожить, он пришел, нам рассказывал о бюрократических штучках и ни одной проблемы, которой болит душа у граждан страны, и у каждого из нас, и у каждой фракции. Что касается Чубайса, слушая его интервью, оказывается, та лошадь, которую он скармливал, сдохла, а мы должны корячиться, вот, заметая его следы, вместо того, чтобы ему ответить за происходящее. Меня больше всего удивил Греф, он нас приглашал, он полез сформировать учебный процесс для страны, которая всегда отличалась большим умом, классным русским, советским образованием и великими открытиями. Он никакого отношения к этому не имеет, и нечего нам навязывать то, что не имеет права навязывать. У нас есть великолепные педагоги, большие умницы, есть программа, у нас же Аресл работал, у нас великолепный педагог и Мельников, и Смолин, и Плетнева, давайте к ним прислушиваться. Что касается Михалкова, мы обязаны были заступиться за ту программу «Бесогон», которую он раскрыл невиданные преступления в ходе распродажи страны. И когда он сказал людям правду, вдруг кому-то не понравилось, и выгнали талантливого, талантлившего человека с программы. Он сейчас ведет ее в Ютьюбе, и я должен сказать, смотрит, наверное, гораздо больше. Но мы обязаны были возвысить свой голос, мы обязаны были возвысить голос в защиту лучших предприятий. А продолжаются рейдерскому захвату и совхоз Ленина, и уникальная Звениговская, и навалились на того же самого Левченко, который единственный из губернаторов за четыре года удвоил бюджет. Мы должны защищать тех, кто эффективно работает. Что касается президента, я считаю, был довольно полноценный диалог в течение многих лет. Но в последнее время есть кто-то у него в администрации, который все время отрезает нормальный контакт. Слава Богу, президент, если звонишь, всегда, например, мне он всегда отзванивает, и я ему благодарен. Я ему высказываю, не всегда ему это нравится, и он это открыто в интервью говорил. Ну, у президента должен быть прямой контакт с лидерами оппозиции, за которыми идут миллионы, и которого слушают. Когда тут нас били на площадях московских, мы с Лужковым сели вдвоем, выпили по рюмке и сказали, вот мой телефон, который всегда лежит у изголовья, а вот ваш телефон. И он всегда поднимал, когда обстановка напрягалась. Когда Кашин вывозил десятки тысяч людей, у нас своя охрана была, полторы тысячи офицеров, и мы ни одной машины не перевернули, и ни одного стекла не разбили. Но когда перестают разговаривать и начинают навязывать свои представления, из этого ничего не выйдет. Диалог должен быть полноценным, особенно, когда жизнь напрягается. Что касается партийного строительства, я предлагаю своим коллегам, Жириновский авторитетный человек, Миронов знает, Неверов в последнее время корректно ведет и по отношению к оппозиции. Давайте встретимся с президентом и обсудим, почему у него администрация настрогала только на нашем фаланге 17 партий, кому они нужны. Сурайкина, извините за выражение этого пидораста, отправили замруководителей Думы в Ульяновск, эту сокровищницу нашу общую. Ну, у него там никого нет, сейчас вся его команда выступила, она показала материалы. Вы в ужас придете, но его без посылки туда из кабинетов Кремля не могли принять. Это касается полихаты с жуликами, которые навалились на наше хозяйство. Ющенко выступал, вам об этом говорил, почему нас не слушают люди в погонах. Мы им написали, 40 депутатов написали протест свой и требуем расследовать. Ни комиссии не созданы и не расследуют ничего. Но я бы хотел еще обратить ваше внимание на уникальный опыт. Мы с вами создали этот опыт. Давайте его продвигать, и он нам поможет выйти из кризиса. Кстати, премьер нам сегодня показал пример. Он сидел, слушал, он на каждый вопрос, который задавали, отвечал. Володин там ему советовал еще дополнительно, но он еще сейчас с нами на встрече подробно разобрал целый ряд и взял стопку ваших писем и пожеланий. Так должны работать министры, премьеры. Это будет вполне достойный стиль для большой и крупной страны. Я считаю, мы упустили большую возможность в ходе ремонта Конституции. Если бы вы прислушались к нашим 15 поправках, а там были и о национализации, и о прогрессивной шкале, и о детях войны, и о монополии на спиртоводочные, и антиофшорные законы, и Конституционном собрании. Крашенинников, тут Крашенинников. У него хватило мужества. Когда его Ельцин вызвал, Ельцин вызвал, сказал запретить нас. Он мне позвонил, я его не знал, он министром был. Я пришел, он говорит, я этот приказ преступный не выполню, хотя меня накажут, его потом освободили. Но он честно поступил. А тут мы ему отдали закон о Конституционном собрании, блестяще написанное. Он отфутболил синельщику, не имеете права делать, вы проявите то мужество, которое в свое время проявляли. И последнее, пойдем сейчас на небольшой отдых, хотя выборы 13 сентября не дают. Вот, хотел, чтобы вы поразмышляли над следующим, чтобы у нас следующая программа была достойной. Только у нас за последнее время посадили 12 губернаторов. Только у нас ЖКХ выросло на 4,5% на фоне кризиса. Только у нас бензин с соляркой подросли в цене, везде просели. Только у нас рубль потерял минус 20%. Только у нас, когда посадили под домашний арест, цены на мобильники выросли на 8% в прошлом году. И на 14% вырастут в этом. Это последнее средство связи пожилого человека с миром. Только у нас Левченко выгнали за ударную работу, и то, что он удвоил, собственно говоря, бюджет. Только у нас преследуют лучших руководителей Грудинина, Казанкова, Сумарокова, что они построили азисы у нас на стране. Только у нас про Украину рассказывают два года подряд, не обсуждая проблемы Белоруссии и других стран и так далее. Мы должны вместе с вами это исправить. У нас есть теперь возможность, полномочия и думы, и правительство, и правительство открыто для серьезного диалога. А к председателю я обращаюсь персонально. Вы многое сделали для того, чтобы Дума работала более эффективно, была организованной и дружной. Продолжите эту традицию и дальше.